Значит, здесь у меня 5 стаканов просеянной муки. Добавляем сюда 3 столовые ложки подсолнечного масла, можно оливковое. 3 столовые ложки сливочного масла. Разминаем вместе с маслом муку в крошку. Добавляем туда 1 чайную ложку разрыхлителя. 1 столовую ложку дрожжей сухих. Одну чайную ложку с лишним, ну можно с горкой соли. 4 столовые ложки сахара. Можно 2. Если будете потом кушать с медом, можно сделать 2 ложки. А так как мы будем кушать как бы классические варианты, я буду делать немножко такой послащённый. Дальше. Значит, сухие ингредиенты все перемешиваем. Добавляем 2 яйца. Добавляем 2 стакана слегка тёплого молока. И сюда же 1 чайную ложку уксуса. Замешиваем тесто. У меня здесь 1 стакан муки. Буду позже добавлять понемножку. Возможно, не всё. В итоге у меня 5 стаканов муки уже добавлено и в 6 запасе. Всё. Добавляем немножко муки. Стаканы у меня 200 граммовые. Но если будете выполнять этот рецепт, если в рецепте указаны стаканы, лучше делать это стаканами, чтобы было уже понятно. Потому что иногда стаканы можно набрать неплотно. И получается, что там меньше 200 грамм, чем, допустим, на весах. Добавляем 2 стаканы. Столько у меня муки осталось. Четвёртая часть. Больше я добавлять не буду. Если что, может немножко прилипать. Но это в конце, при раскатывании, будем всё равно раскатывать с мукой. Смазываем посуду подсолнечным маслом. Вот такое вот тесто получается. Мягкое, приятно очень тесто. Всё. Ставим его подниматься в тёплое место. Для раскатывания берём 1 стакан муки. Я уже просеяла. К нему добавляем 1 стакан крахмала. Крахмала. Крахмал любой, можно у меня кукурузный. Смешиваем. Прошло полчаса. Тесто увеличилось у меня в 2 раза. Больше и не надо. Присыпаем стол мукой. Теперь нам надо тесто разделить на 11 частей. Я буду взвешивать, чтобы были все кругляшки одинаковые. Где-то приблизительно 135-140 грамм получилась каждая. Я доставлю с ними на 15ام. Так. Итак, раскатываем. Раскатываем очень тонко. Вот так вот, почти прозрачный. Вот так вот, тоненько смазываем. Кладем маслом, я использую сливочное, можно растительное, но мне кажется со сливочным вкуснее. Сверху кладем второй. И так поочередно каждый раскатываем и кладем. И так поочередно. И так поочередно. И так раскатали и положили последний слой. Сейчас пока не смазываем маслом. Можно чуть-чуть вот так вот подтянуть еще. У меня на канале есть еще один рецепт, где я сначала потолще раскатала, потом сложила друг на друга и все вместе раскатала. Там получается как немножко пирог такой со слоями потолще. А этот будет совсем тонкий, как бы, слои. Раскатываем настолько тонко, насколько вы хотите, чтобы были слои тонкие. То есть это уже на ваше усмотрение. Этот я хочу, чтобы был тонкий, поэтому я его раскатала совсем тонко, так что почти прозрачный. Но пока я раскатывала все остальные, тесто дрожжевое, она как бы немного собирается и еще повышается объем еще. Можно еще сверху раскатать. Вот так вот. Видите, она еще увеличивается за счет того, что тесто дрожжевое. Можно без скалки, просто рукой посередине подержать, а по краям потянуть. Так тоже можно. Если сверху будем раскатывать, раскатываем очень аккуратно. Слои тонкие, смазанные маслом, могут порваться. Вот такой вот большой получается. То есть мы еще раскатали. Скажу вам диаметр приблизительно. Вот у меня сколько получилось. 60. 60. 61. Можно было бы еще, конечно, здесь, в принципе, он еще тянется. Но я не буду больше, потому что он уже, я чувствую, на руках рвется. Так, что делаем дальше. Значит, режем посередине. Ну, где-то середину сейчас найду. Вот так вот. Смазываем сверху маслом. Все, сворачиваем в рулет. Края защемляем, чтобы не открывалось. Вот эти концы тоже. Дальше сворачиваем в улитку такую. Сейчас я поправлю. Вот этот край приплюсываем вот так вот. И засовываем под низ. Дальше сверху надавливаем. И ставим отдыхать. Приблизительно 10 минут. 10-15 минут. Также делаем и второй. Итак, прошло у меня 15 минут. Вот берем первый, который заворачивали. Видите, он уже подошел как. Кладем на пергаментную бумагу, которую будете запекать. Очень осторожно. Ее раскатываем. Прямо на пергаменте. И я буду делать чуть-чуть прямоугольную форму. Потому что у меня круглого такого противня нету большого. Если у вас есть, то делайте на круглой. Так получается еще красивее. У меня прямоугольная форма, поэтому совсем такой круглый у меня не получится. Раскатываем осторожно. Так, я перенесу сразу на профиль. Если у вас круглая форма, сразу сначала на пергаменте раскатайте. Потому что круглую форму придать легче. Я поэтому и перенесла сюда, чтобы понять, где у меня заканчивается форма. Руками можно почувствовать, где толсто, а где тонко. Все. Получается приблизительно 5 миллиметров где-то. Вот 5 миллиметров глаз-алмаз. Смазываем яичным желтком. Вот на каждый вот такой клубочек идет где-то один желток. Получается на 2-2 желтка нам надо. Я сразу второй не разбила, чтобы понять одинаковое количество, что было. Дальше делаем вилкой узоры. Узоры можно любые, но сделаем эти, например, вот так вот. Ставим в духовку на 200 градусов до готовности. Пока не поджарится. Ставлю на вторую снизу. Вот у нас первый уже пропекся. Посмотрите, какая красота. Точно так же я поставила второй. Намазала яйцом. Сейчас покажу. Вот так вот он печется. Вот как он пропекся. Посмотрите. Вот как он крошится. Даже настолько он рассыпчатый и слоеный. Посмотрите, какие тонкие слои. Ой, горячие. Вот. Слои все тонкие. Получается, как можно назвать турецкий бюрек, только сладкий. Либо фасали по-азербайджански. То есть можно делать не сладкий для завтрака, если с сыром. Можно сделать сладкий. Можно добавить сверху, полить медом. Тоже очень вкусно. В общем, вот так вот. Сейчас покажу вам второй, как будет. Вот какая красота. Сейчас. Посмотрите, какая красота. Все подрумянилось. Она очень горячая. Прямо крошится из-за того, что она такая слоеная. Я знаю, что в Узбекистане тоже такое готовят. И в Таджикистане. Если кто знает, как там называется этот слоеный пирог, напишите в комментариях, кто у меня там в Узбекистане. Каждый слой виден. Мам. Попой. Куста. Ммм. А я просто беру. Вот так, стой. Она кушает. Мы сапога. Мы когда бьем вот так вот. Мы когда бьем вот так вот. Вот так видите. Как видите. Маму. Мы бьем как-то эти езунчики. Мам, вот смотри. Видите, как мы бьем как-то? Энтенчики-то, да? Это какой большой. Вот только не съесть. Это будет... Вкусная. А что, дубни утащила? А дальше в pain. Ну давай подсунуйся. Вот, мукурс-мукурс-мурс. Апш-мюкурс-мурс. Вкусная. Да. Продолжение следует...